Польские переселенцы В общем-то это все на них отразилось и на черкесах. Какие взаимосвязи между ними были? Итак, для понимания вопроса сразу скажу, что взаимосвязь между поляками и черкесами была и довольно сильная. И выяснялась она не потому, что там как-то этнически они соотносились и что-то. Просто была общая идея борьбы за независимость. У поляков в Польше, у черкесов в Черкесии. Итак, почему так получилось? Например, если смотрим данные за 1831-1834 год об участии поляков в отдельном кавказском корпусе российском, именно участников восстаний польских 1931 года, то там получается примерно в разные годы в совокупности примерно 15 тысяч человек появляется в этот период в русских войсках. И все они, получается, как бы участники польского восстания. При этом стоит отметить, что в это время уже на Кавказе 30-40 тысяч поляков находилось, начиная с первой половины 19 века, которые образовали здесь как такие сосланные участники разных конспиративных польских политических движений. Итак, ну как же это произошло? Изначально первыми из поляков в отношении с черкесами и вообще на Кавказ поступили в виде военнопленных из армии Наполеона, которые, когда Наполеон проиграл в 12-13 году, их стали рекрутировать в армию и ссылать на Кавказ. При этом отношения с черкесами у поляков в этом случае были неоднозначными. С одной стороны, они сами бежали к черкесам из армии, таким образом пытаясь скрыться вообще из царской армии, с российской. А с другой стороны, иногда попадались в виде пленных, то есть во время черкесских набегов. Ну и, например, вот ссыльный поляк Гурский писал, что он служил во французской армии в 1-м Муланском конном полку, а после взлятия в плен при Брест-Литовске был отправлен в город Георгиевск, на Северный Кавказ, не желая служить на пользу России, куда его определили, бежал в горы и в течение двух лет жил в Горце. Узнав о разрешении пленов зачищаться на родину, отправился обратно в Ставрополь. С другой стороны, вот похищались, да, мы говорим, что, допустим, донесение есть военнопленного поляка Яна Баталинского, который указывает, что он служил во французской гвардии, при сражении с русскими войсками при Вильне был взят в плен и был отправлен с конвоем в Грузию. А по пути на реке Терекова захватили Черкеса его в плен, он пытался с них бежать, прибыл в Ставрополь, где узнал, что их отправляют поляков в Польшу. И было значительное такое количество документов, утверждавших о том, что поляки здесь активно находились. При этом известно, что российское правительство тех, кто попало в плен, ну так, да, по их вине, в основном, да, оно старалось их так же, как и русских, выкупать, при возможности ли обменивать пленных. Встречаются документы о продаже поляков в Рапсу, например, черкесами. Есть такой Андрей Лосюк, он пишет, что оказавшись в 2012 году на Северном Кавказе, поболеть не смог вместе с военнопленными вернуться на родину. В Кизляре устроился работать у купца на виноградниках, там его, значит, его схватили черкесы, продали какому-то татарину. Он пять лет работал у него, затем его продали в другую деревню, затем в третью, и там еще последние три года проработав, он бежал, он был пойман, продан еще раз. И все-таки в итоге был русскими войсками освобожден за выкуп. Вообще прибывших ссыльных поляков участников вот именно восстаний польских распределяли в регулярные войска на Кавказской линии в казачьи войска. После усмирения польского мятежа в 1831 году остатки хорошо организованного польского войска были сосланы в отдельный Кавказский корпус, это то, о чем я говорил в начале, и по его полкам распределили. При этом всех специально назначали рядовыми, то есть самые вот по карьерной лестнице, самые низкие солдаты обычно не загребали. А но у представителей местной российской власти, да, у местных начальников было свое представление негативное к полякам, потому что они считали, что посылать для службы их в пограничный край вредно, поскольку многие из них не хотели присягать, наверное, службе в стране, поработившей их. Ну, представьте себе, да, поляки, Польшу захватила Россия, раздербанила, уничтожила как государство и загребает их, вот, людей из этого бывшего уже государства, получается, в свою армию просто, да. Будут ли они нормально служить, эти люди, да, родина, которая была уничтожена этими самыми войсками, в которые их призывают? Конечно, нет. В связи с этим при каждом удобном случае поляки дезертировали, вот пишут, что таковых было достаточное количество, только из Ставропольского войска 90 человек было в один год. Некоторых ловили, на допросах они показывают, что не расположены служить в российских войсках, и при побеге они стремились пробраться в Турцию или Персию, оттуда в Европу. При этом отмечается в документах службы поляков в российских войсках их очень хорошая военная подготовка. В связи с побегами постоянными начали усиливать надзор за поляками, полицейский надзор, слежка за ссыльными. Если мы говорим, допустим, что в 1834 году еще довольно большое количество поляков убегало в горы, их насчитывалось несколько сотен там среди черкесов, то к 1937 году их, конечно, уменьшилось это количество в результате вот этого строгого надзора. Но все равно количество побегов все еще варьировалось, и они продолжали быть к такому моменту. Переходившие на сторону черкесов ржавные солдаты-офицеры польской армии содействовали борьбе, не только непосредственным участием в военных столкновениях, но и тем, что несли передовую военную мысль. К черкесам тактику ведения боя современную. Отмечалось, что поляки именно научили черкесов делать порох, управлять орудиями и быть одной из причин такого долгого сопротивления. То есть они их учили пользоваться артиллерией, тактик ведения боя, тактики захвата и осады крепостей, ну то есть укрепления военных. Например, там был случай, когда черкесов стали появляться после того, как поляки стали массово от них перебегать. Вот эти крюки специальные, которыми можно было зацепляться за бруствер стен. Вот эта тактика с разведки, а потом малыми силами подхода и окружения, то есть все это было при них. Активное участие поляков в освободительной борьбе черкесов засвидетельствовал даже генерал Грабу. В своем рапорте он за 40-й год писал, что поляки ввели среди черкесов новое вместности оружия, вот этот самый длинный шест, о котором я говорил. К одному концу прикрепляется коса, чтобы колоть и рубить, а к другому крюча, чтобы влезать на крепостные верхи. И ныне это оружие находится у черкесов в значительном количестве. Они производят съемки атакуемых мест, подают нужные советы для организации обороны, а при штурме идут всегда в голове колонны. Переходившие на сторону черкесов поляки передавали им точные сведения о количестве расположений царских войск в укреплениях в крепостях. Обращали внимание на уязвимые места. И так, например, вот они именно поляки-перебежчики доставили сведения черкесам о бедственном положении Лазаревского форта, который в 40-м году в момент восстания черкесов массового, нападения их на Черноморскую береговую линию и Велиминовскую, именно тогда первым пал Форд Лазарева, был уничтожен тогда черкесами. Новый виток отношений черкесов-поляков начался в 40-е годы XIX века, в связи с тем, что среди патриотов польских разделились две ветки, красных и белых. Белая ветка, консерктивный монархический лагерь в Черторийском, начала активную пропаганду реализационную. Смысл ее был в том, что всех поляков объединить в таком едином порыве, который в России находится на службе, чтобы они начали активно просвещать местное население на окраинах империй, то есть на пограничных зонах, в Прибалтике, в Закавказье, на Кавказе, в Средней Азии, на границах Средней Азии. Считалось, что просвещение местного населения и его более высокий уровень знаний, он позволит им осознать пагубность старского режима и выступить с такими революционными идеями о получении независимости. Руководство прибегало разным элементам, то есть рассылались прокламации разного рода книги такого характера революционного, деньги какие-то чеканились свои с портретом этого черторийского, их часто находили, привлекались к этому русские раскольники, старые абрятцы, разные религиозные секты, еще и вера применялась католическая, то есть католических монахов использовали как таких пропагандистов с этой целью, и в связи с использованием католической церкви российские власти начали слежку за католиками и всем римско-католическим населением, в принципе, усилили слежку, начали допросы делать. Но, тем не менее, отношение внутри народов Кавказа, не только Черкеса, к полякам было неоднозначно. Даже между различными внутренними субэтносами могло быть по-разному. Кто-то принимал к себе прибрежные шапсуги, бухи, которые больше всего воевали, они наоборот принимали поляков. А вот те, которые равнинные, они могли их просто в племь брать и их отводили на рынки, в тот же, допустим, Побземте, в Адлере, в Сухом Кале, и там продавали туркам. И здесь прослеживается неоднозначность, такое отношение. За это, конечно, допустим, чеченцы, наоборот, их привлекать хотели. Шамиль очень хотел использовать их в своих целях, понимал вот это вот все, угар военной независимости общей цели. И поэтому критиковал, допустим, тех черкесов, которые продают полякам. В 50-е годы была предпринята попытка установления контакта между Англией, Францией и Турцией, и вот как раз и черкесами, через посредство поляков, которые уже имели хорошие взаимоотношения с ними. Крутнейшие государства, в голове которых стояли Англия, не раз наряжали экспедиции к черкесским берегам. Так, в феврале 57-го года небольшой отряд исчезла волонтеров европейских наемников в количестве 190 человек на английском проходе кенгуру осуществляли переход к черкесским берегам. Здесь был и Джеймс Белл, насколько я знаю. И половина из этих участников были поляки, а остальные уже уроженцы Англии, Шотландии и Венгрии. В числе непосредственных организаторов, которые отряды организовывали и вели военные действия против России вместе с черкесами, это визир Решид Паша, черкес измаил Паша, и лидер польской общины в эмиграции граф Замойский, а также полковник Лапинский, Теофил Лапинский, про которого многие из вас наверняка знают, кто с темой немножко знаком. Они тогда штопку квартиры установили в Туапсе, быстро нашли общий язык с местными шапсугами. Лапинский как раз таки сумел сколатить отряд наемников, короткое время наладил артиллерийское дело и активно участвовал в боях. Ну там у них конечно свои терки были между наемниками потом, но тем не менее Лапинский старался, обучал их, он много чего писал из быта, из тех ситуаций, у меня целая книга была своя на эту тему. Но Лапинский проиграл в прямых столкновениях с российской армией и вынужден был уйти из Черкесии, потому что черкесы видели его неудачи и стали относиться к нему негативно, как к такому авантюристу. При этом еще и Лондон и Париж как бы официально через свою власть именно игнорировали черкесские вопросы, несмотря на то, что писали сюда письма неоднократные с просьбой о помощи и поддержке. То есть на официальном уровне поддержки не было, были вот такие авантюристы. И вот получается к концу 59-го года произошел отток всех вот этих наемников, которые усаживались в Черкесии. Вторая попытка была предпринята английским парламентом уже официально в 62-м году в конце Кавказской войны. Новая группа так называемых легендеров, в большом соответствии, состоящих как раз таки из поляков, на двух английских пароходах Чезапик и Самсон под руководством полковника Пржеволодского и капитана Маньяна высадились в Черкесии в сентябре 63-го. И продержались там до марта 64-го года, надеясь получить масштабную военную помощь. Ну, высадились там, пытались там как-то помочь, но черкесы надеялись на массовую какую-то помощь, да, войсками полноценными. Оказалась кучка авантюристов и оказались они разочарованы малым количеством и пришлось им очень тяжело этим полякам, пришлось им уходить, еще испытывая на себе вот эту ненависть со стороны эмигрирующего, уходящего, умирающего местного населения. Плюс надо заметить, что в 63-м году еще было подавлено очередное польское восстание, что тоже очень сильно сказалось на поляках. Когда закончилась Кавказская война, нужно, как бы, российское государство должно было принять какие-то меры по отношению оставшихся в горах, вот, среди таких прячущихся в горах черкесов иностранных элементов. Просто некоторые из поляков, которые давно туда перебежали, они обзавелись уже семьями смешанными и не хотели уходить. И вот писалось, значит, до такого главнокомандующего Каскарами писалось, что, что касается до тех, кто уже обжились долго в горах, женились на туземках, имеют семейство и не пожелают сами выселяться, то им дозволяется остаться на местах настоящего дворения и расселиться вместе с теми женатыми нижними чинами, из которых предположено образовать отдельное поселение в горах по разряжению вашего сиятельства. В отношении возвратившихся беглых правительство позволило всем сословиям, кроме нижних чинов, выбрать себе место жительства и роль жизни с тем, чтобы они объявили, какие могут иметь способы к обеспечению своего существования. Однако, не все уроженцы, если вот брать картину шире, не все уроженцы Польши, а были, скажем так, принимали участие в Кавказской войне на стороне русских войск принудительно. То есть мы говорим о том, что их забирали как рекрутов, принуждали, это один вопрос. Но были и добровольно идущие в русские войска поляки. Точное количество их определить сложно, можно выделить отдельных личностей, которые заслужились до таких серьезных должностей, но чисел их конкретных нет. Смысл был довольно простой. Главный мотив это материальный. Дело в том, что, во-первых, в большей степени это были поляки, так называемые дворяне без имени, то есть без земли, которые стремились хорошо заработать на службе и после окончания получить хорошую пенсию. Кроме того, их сюда переводили в приказном порядке. Они где-то служили в глубине России, ну их там раз и перевели на эту службу, на этот фронт, ну на эту часть, в эту часть России, на границу. Каким-то образом правительство пыталось таким образом профессиональные кадры заменить, которых нехватка была. И как бы эта эдитция сохранялась весь период, вот этот, в течение 19 века, без особых каких-то изменений. Кроме того, сам Северный Кавказ являлся регионом, где можно было довольно быстро сделать себе карьеру. То есть это были сложные условия, здесь за это хорошо платили, за это хорошо повышали в чинах. Кроме того, был такой мотив, как поиск работы по какой-то такой узкой отрасли, промышленности. Например, шахтеры, строители портов, кораблестроители. К примеру, в Екатеринодаре поляки работали на созданном имидж самими стекольном заводе, среди них заметных успехов достигли, например, промышленник Буковский или директор фабрики Кубаналь Червинский. Многие из поляков до этого участвовали добровольно в турецкой и кавказских войнах и видели в этом, как бы, возможность продолжить вековые, средневековые вековые традиции рыцарства. То есть они были рождены в семьях, которые, в принципе, война для них была основным делом. Они еще, допустим, их предки в Речи Посполитой били там татар и турок, и поэтому, естественно, для них это было как бы такое вот... Нужно поддерживать родовую такую репутацию воинственную наравне с своими предками. Российское государство по этническому принципу не ущемляло их, то есть если они не нарушали законов Российской империи, то им позволялось, в общем-то, спокойно добиваться даже самых высоких должностей. Ну, например, в Ставропольской губернии известны три генерал-губернатора выходцы из поляков. Фальшевский, Заводовский, Янушевич. Ну и стоит сказать, наверное, о тех из поляков, которые после Кавказской войны остались на Северном Кавказе. Да, какие-то небольшие группы оставались, со временем они в большинстве своем приняли православие и стали записываться как русские. Яркий пример это поселение Раздольное в Хостинском районе Сочи на реке Бзугу, где вот такие поляки жили, вот оставшиеся на месте, и со временем они поменяли себя, стали записываться русскими, приняли православие, еще во многом из-за того, что боялись преследований за выступления, восстание 1863 года в Польше. Единственное, они свои как бы национальные обычаи и свое дворянское происхождение они сохранили. То есть многие, наверное, и по сей день. Я таких людей встречал, которые знают эту подноготную свою родовую историю и хранят и помнят эту свою польскую историю. Хотя уже полностью ассимилировались. Вот такая вот сложная и необычная история польского народа на Кавказе. На этом все. Комментируйте, ставьте лайки, делитесь с друзьями, подписывайтесь на мой канал. И до новых встреч. Всем пока.